Месть. Получай. Вот что случается с теми, кто встает у меня на пути. И так будет с каждым, кто посмеет мешать мне. Не думай, что отделалась от меня Грация. Я вернусь за тобой. Хорошо, Валентина. Надеюсь только, что Луис Мигель ничего не заподозрит. Банки отказываются иметь со мной дело. Так приказала Валентина. Я почти уверен, что смогу раздобыть нужную тебе сумму. Мы приехали по приказу Дона Фернандо Валерога в распоряжении сеньора Валентины. Передайте Дону Фернандо, что я крайне ему признательна. Ты громоздишь глупость за глупостью, Грация. Что ты собираешься делать? Ей стало известно о новом завещании. Откуда здесь взялся кот? Я только хочу, чтобы ты покинула мой дом. Это и мой дом. Я не уйду. За драгоценности можно выручить много денег. Надо договориться с кем-нибудь. Месть В ролях Габриэл Испаник, Хосе Анхель Ильямус, Катерина Сеачоке, Хорхе Као и другие. Промотивом романа Умберто Кико Оливери, Авторы сценария Луис Кальминарис, Габриэлла Домингес, Каролина Диасу, Умберто Кико Оливери, Оператор Эдуардо Кареньо. Композиторы Хэль Семилиан и Херман Ариэпто. Продюсер Уга Леон Феррер. Режиссер Аурелио Валкарсель Корои. Мне неприятно это говорить, но вы должны знать, что когда вы болели, вас объявили недееспособным. Как по-вашему, кто это сделал, адвокат? Должно быть снова эта женщина. Я не представляю, кто это был, да это и не важно. Я только знаю, что во время вашей болезни были подготовлены бумаги для того, чтобы... Чтобы выбросить меня на свалку. Успокойтесь, Дон Ганил, успокойтесь. Я уверен, что адвокат знает, как уладить это дело. Не так ли? Безусловно. Однако, Дон Данила, это займет какое-то время, так как сначала мы должны представить документы, доказывающие, что вы находитесь в здравом уме. После этого мы сможем начать судебную тяжбу против Валентины. У меня нет времени ни на документы, ни на суд. Нет времени. Другого пути нет, Дон Данила. наследство должна была получить Элена. А после ее смерти это право перешло к ее дочери Валентине. Но я написал новое завещание. Я знаю. Однако, вы не умерли, так что это ничего не меняет. Тогда я напишу еще одно завещание. Я еще полон сил, но я хочу то, что мне принадлежит. И я получу это. Понимаю, Дон Данила, тем не менее, как вам известно, вас признали недееспособным. Поэтому документы, подписанные вами, не имеют силы. Посмотрите, лейтенант, этого типа всего из решителей. Первая пуля его только ранила. Судя по тому, как он одет, он не бродяга. Наверное, можно как-то установить его личность? Я уже закончил, так что можно его убирать. Готово. Можете забрать труп. Как его звали? Розарио Парико. Розарио? Да. Ладно, пойдем выясним, кто ты такой, Розарио. Нужно узнать, кем ты был и кто так тобой заинтересовался. Бенансио? Слушаю, сеньора. Ты должен оказать медную услугу, но никому ни слова. Ты меня понял? Никому. Ни твоему шефу, ни моему мужу. Никто не должен об этом узнать. Иначе ты потеряешь работу. Сеньора, не нужно мне угрожать. Лучше скажите, как я могу вам помочь, и я с удовольствием это сделаю. Мой муж приказал охранять меня, меня не выпускают из дому. А мне необходимо отнести это в ломбард. Все это? Сеньора? Вы хотите продать все ваши драгоценности? Меня не интересует твое мнение. Ты должен выполнить мой приказ. Продай это и принеси мне деньги. Понятно? Но, сеньора... Молчи. Я тебя уже предупредила. Если пропадет хоть один сентава, ты окажешься на улице. И поторопись, мне нужны деньги сегодня же. Я буду в своей комнате. Если что, сразу дай мне знать. сделаю, что смогу. И после всего того, что я для тебя сделала, ты меня предала, Грация. За что? Почему? Не плачь. Не стоит так мучиться из-за человека, который тебя не любил. Меня предали, Ольга. Я знаю. Меня тоже предавали. Это невозможно простить даже собственной матери. Скажи мне, Сандра, признайся, что связывает тебя с Грацией и Фонтаной? Что? Кто тебе рассказал? Значит, это правда. Кто тебе это сказал? Как ты думаешь? Твоя подружка Химена. Послушай, Армандо, если все так, как ты говоришь, то это единственная возможность спасти проект. Нам нужны новые инвестиции, нам необходимы свежие капиталы вложения. Хорошо, я очень рад, что ты поддержал эту идею. Меня действительно вдохновил этот проект «Затерянный остров». Я считаю, что задумка просто великолепная. И кроме того, это прекрасная возможность выгодно вложить капитал. Дай бог. Хорошо, скажи, когда я могу поговорить с ними? Полагаю, они хотят узнать, как мы собираемся осуществить этот проект. Увидеть план, макеты. Да нет, на самом деле не думаю, что это так уж важно в данный момент, Луис Мигель. У тебя еще будет время с ними познакомиться. Я полагаю, самое главное сейчас это передать им всю информацию, касающуюся проекта. В общем, как твой адвокат, я бы с удовольствием выступил в роли посредника между вами. Если ты, конечно, не против. Конечно, Арман, да, конечно, я тебе полностью доверяю. Однако ты должен кое-что знать. Есть одна проблема. Какая проблема? Видишь ли, Валентина зарегистрировала остров на свое имя. Как и многое другое, она сделала это, чтобы погубить меня. Хорошо. Посмотрим, захочет ли транснациональная компания выкупить его. Кроме того, сама Валентина не может ничего сделать со стром. Она не имеет права осуществлять там какие-либо проекты без твоего участия. Ведь так? Она никогда этого не сделает. Нет. Я не думаю, что она его продаст. Она просто хочет закрыть мне все пути. Ладно. И раз ты уже об этом заговорил, Исмигель, подумай о ней и о себе. Я хочу сказать, у вас есть сын. Вы связаны на всю жизнь. Ну, не знаю, возможно, у вас двоих все же есть какое-то будущее. Я думаю, вам стоит попробовать. Пока твой отец ни о чем не догадывается, не беспокойся. Я не хочу столкнуться с ним лицом к лицу, мама. Теперь Фернандо Валерога на нашей стороне. Так что, если папа соберет людей, чтобы напасть на нас, даже не представляю, что здесь будет. Нет, ты прекрасно знаешь, что тогда конфликта не избежать. Да, папа так в меня верил, он полностью мне доверял. Я знаю. Будем надеяться, возможно, что-то заставит его измениться. Понимаешь, Арманда, у нас с Валентиной все было непросто. Между нами была любовь, загадочность, сомнения, ненависть, ярость. Ее совершенно ослепила ненависть ко мне. Она мечтала отомстить мне, потому что думала, что я обманул Лену. Представляешь? Ну, Луис Мигель, это может произойти с каждым из нас, мы все ошибаемся. И со мной так было. Слава Богу, я осознал свою ошибку и понял, как я был несправедлив к тебе. Это так, Арманда? Ты был прав, неудивительно, что ты плохо обо мне подумал, узнав, что произошло. Но я поговорил с тобой, все тебе объяснил, и ты понял, а Валентина нет. Мне кажется, сейчас Валентина задумалась над тем, что она сделала, и, возможно, очень возможно, что она раскаивается в этом. Не думаю. Ты знаешь, что она должна была отдать мне деньги, вернуть все, что мне причитается, то, что Данила забрал у моего отца? Да, мне сказали. Кто? Ты говорил с ней? Да. Я с ней встречался по вопросам, касающимся суда. Ничего личного, мы не обсуждали ничего, кроме этого, но... Знаешь, Луис Мигель, мне кажется, она изменилась. Нет, это обман. Это часть ее плана. Планы, которые она придумала вместе с этим идиотом Филипп Рангелем. Она и ее недоумок любовник хотят погубить меня. Нет, нет, брат, ты ошибаешься. Ты совершенно не прав. Я был на суде, и могу тебя заверить, могу поклясться, что между ними нет любовной связи. Хорошо, ты спросил меня, есть ли у нас с Валентиной будущее? Нет. У нас не может быть ничего общего. Пойми, между нами все кончено. Она должна знать, что Элена никогда не была для меня просто источником денег. И знаешь, меня не интересует, что происходит с Валентиной. Я приказал всем своим людям искать черного кота, сеньор. Нашли. Простите, но я думаю, что этот код просто галлюцинация. Твои люди тоже так считают? Нет, один из них мне намекнул, что при всем уважении они ведь знают, что сеньора Грация принимает наркотики, Дон Фернандо. Поэтому... Как бы... Что поэтому? Что ты имеешь в виду? Понимаете, сеньор, они могут что-то заподозрить. Что заподозрить? Что это за сумка? Это драгоценности сеньоры Грации. Она отдала их одному из охранников, чтобы он их заложил. Но, к счастью, он принес их мне. А я принес их вам. Ее драгоценности, Боже. Грация решила продать их. Я знаю, на что ей понадобились деньги. Ей плохо. Ей действительно плохо. Очень плохо. Этот охранник ни на что не годен, как и все остальные, впрочем. Почему он так долго? Все, что от него требуется, это просто пойти в ломбард, заложить драгоценности и принеси мне деньги. Алло. Папа? Это я, Грация. Где ты, папа? Я должен был уйти из этого дома. Но где ты сейчас? Я хочу тебя увидеть. Нет, Грация. Сначала я должен убедиться в том, что могу тебе доверять. Что ты имеешь в виду? Концепцион. И эта женщина, Валентина, предали меня. Если она докажет, что я болен, она получит все. Ведь ты сам признал, что был со мной несправедлив. Да, конечно. Но так будет лучше. Однако я дам тебе шанс. Грация. Да, Луис Мигель был у меня при случае. Расскажу тебе все. Но он поверил тебе? Понимаешь, Валентина, дела Луиса Мигеля действительно очень плохие. У него не осталось ни сенталу. Он должен по-прежнему думать, что деньги идут из другого источника. Валентина, знаешь, Валентина, меня это так огорчает. Все это происходит из-за простого недоразумения. Луис Мигель разочаровался в тебе и решил вычеркнуть тебя из своей жизни. Да, я понимаю, но такова жизнь, Армандо. За ошибки нужно платить. А я слишком много ошибалась. Боюсь ничего уже не исправить. Как поживает самая красивая девочка на свете? Привет, папа. Привет, милая. Я заканчиваю читать книжку, которую нам задали в школе. Вот как? Покажи, что ты читаешь. Дон Кихот Ламанческий. Да, но не всю книжку. Она слишком толстая. Хорошо. А Мария Луиса где? Пришла? Она была здесь, но сейчас ее нет. Она сказала, что собирается навестить родителей. Странно, ее родители живут далеко отсюда, милая. Она поехала к ним на несколько дней. Хорошо. Когда она вернется, я хочу поговорить с ней. У меня есть важная новость, и ты узнаешь ее первый. Новость? Да. Что за новость? Я снова буду заниматься затерянным островом, дорогая. Правда? Да. Наши дела начинают налаживаться, малышка. Вот увидишь, у нас с тобой и у Марии Луисы все будет просто прекрасно. А как же Валентина? Видишь ли, дорогая, конечно, Валентина мама твоего братика, но у нее своя жизнь. Она далеко от нас, а мы должны жить своей жизнью. Я уверен, милая, что у нас все будет хорошо. Мы втроем будем очень счастливы. Ты, Марии Луис, и я. Филиппе? Филиппе? Да? Прости, я не слышу. Что? Что с тобой? Я с тобой разговариваю, но ты где-то в другом месте. Да нет, ничего. Просто немного устал, вот и все. Нет, не обманывай меня. С тобой что-то происходит. Ладно. Скажу, в чем дело. Беспокоюсь за Росарио. Он так и не вернулся. Понятно, но куда ты его послал? Валентина, я никуда его не посылал. Он действовал сам. Я договорился с ним. Теперь, если мы не подробимся, она может навредить тебе. Она? Кто она? Филиппе, Филиппе, что произошло? В чем дело? Росарио собирался убить Грацию. Ты знаешь, что можешь на меня рассчитывать, папа? Нет, пока еще рано, Грация. Но я вижу, что в душе ты похожа на меня. Ты понимаешь, как важна власть и деньги. Деньги и власть. Тем не менее, ты меня все время отвергаешь. Ты права. Но я знаю, что я делаю. И я скажу тебе, как достичь того, чего ты хочешь. Слушай меня внимательно. О чем ты говоришь? Для этого нужно уничтожить всех Валерога, включая твоего мужа. Почему вы со мной не посоветовались? Мы понимали, что ты никогда не отдашь такой приказ, Валентина. И что еще хуже? Вы сделали это у меня за спиной. Почему, Филиппе? Объясни мне, зачем? Мы же не убийцы, как она. Валентина, если бы мы этого не сделали, она первая уничтожила бы нас. Я не мог этого допустить, понимаешь? Ты знаешь, что вы с Иисусом очень много для меня значите? Мы говорим о человеческом существе. Это серьезно. Это существо способно отца убить. Простите, что прерываю вас на дело в том, что... Добрый день. Извините за вторжение, но мне нужно с вами поговорить. В чем дело, капитан? Мы расследуем обстоятельства гибели одного человека, который, по-видимому, работал здесь. Вы знаете Росарио Парико? Да. Он работал на нас. Что с ним произошло, капитан? У меня плохие новости. Синьор Парико погиб. Вы в этом уверены? Да, Росарио Парико мертв. Боже мой, этого не может быть. Как это случилось, капитан? При весьма странных обстоятельствах. Мы пытаемся сейчас выяснить подробности. Хотите сказать, его убили? Кажется, да. Поэтому я и здесь. Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне все, что знаете об этом деле. Понимаю, но не думаю, что мы можем вам чем-то помочь. Росарио ушел очень рано и не сказал, куда собирается. Значит, он покинул дом и с тех пор не связывался с вами. Это Грация. Филиппа, она его убила. Боже, как она это сделала? Не проси меня это сделать. Ты должна убить Валеруха. Даю тебе шанс. Не упусти его. Подумай. Подожди, папа, подожди. Будь ты проклят. Проклятый старик. Как он может просить меня сделать такое? Как? Он заставляет меня убить Фернандо. Это невозможно. Мой собственный отец отправляет меня на преступление. Он хочет, чтобы я убила человека, которого люблю. Единственного человека, которого я когда-либо любила в своей жизни. Будь проклят, этот ненавистный старик. Негодяй. Ты сам заслуживаешь смерти. Нет, нет, Валентина, мы не можем этого утверждать. Вы говорите о синьоре Грации и Фонтана? Вашей родственнице, не так ли? Да, это она, я уверена. Она стала убийцей. Вы отдаёте себе отчёт в своих словах? Успокойся, не спеши делать заявление. Простите, эта новость просто потрясла нас. Нет, Филиппо, довольна. Грация принесла горе многим людям и вот теперь она убила Росарио. Филиппо, этому должен прийти конец. Сеньор Парико её родственник? Росарио давно работал в этом доме. Она его очень любила. На каком основании вы смеете утверждать, что синьора Грация Фонтана имеет отношение к этому убийству? Дело в том, капитан, что Росарио сказал нам, что едет навстречу с ней, вот и всё. Разве вы не утверждали, что не знаете, куда он отправился? Нет, нет, повторяю, я действительно этого не знал. Он просто сказал, что у него с ней встреча, но мы не следим за каждым шагом. Единственное, что меня беспокоит, это почему синьора Валентина утверждает, что он был её родственником. Это вам и надо узнать. Мама, что случилось? Это ужасно, бедный Росарио. Не пугай меня. Что с ним произошло? Росарио умер, мама. Что ты говоришь? Боже мой, этого не может быть. Как это случилось? Его убили. Его убила Грация. Грация? Откуда ты знаешь, что это она? Филипп и Росарио хотели избавиться от неё. Они боялись, что эти люди могут причинить мне вред. И ты им это позволила? Дорогая, это же твоя сестра. Мама, я даже не подозревала об этом. Я только что узнала. Несколько минут назад сюда приходили полицейские, которые нам всё и рассказали. Росарио убит. Понимаешь? Это она, мама. Это сделала Грация? Боже мой, это невозможно. Что творится в голове у этой женщины? Она настоящий дьявол. Она совсем с ума сошла. Хотя я и знаю свою сестру как никто другой, я не могу её понять. У меня в голове не укладывается, мама. Клянусь тебе, я заставлю её заплатить за всё. Но я сама не стану ничего затевать против неё. Я только хочу, чтобы она была наказана по закону за всё то зло, что она нам причинила. за всё, что она сделала нам. Филиппо? Что ты здесь делаешь? Скажи, ты имеешь отношение к смерти Росарио? Я хочу знать, ты причастный к этому преступлению? Отпусти меня, мне больно. Говори! Отвечай! Я не имею ни малейшего представления, о чём ты. Не прикидывайся невинной овечкой, ты работаешь на Грацию. Ошибаешься, я ушла от неё. Эта женщина сумасшедшая. Не обманывай меня, Клара. Я говорю правду, Филиппо. Клянусь тебе, я не имею никакого отношения к этому убийству. Я ничего об этом не знала. Отпусти меня. Как ты смеешь приходить сюда и так со мной обращаться, Филиппо? Ты работала на Грацию. Она переходит всякие границы. Я не имею с ней ничего общего, Филиппо. Эта женщина ненормальная. Ты встала на сторону нашего врага, украла у меня чёрную книгу и отдала ей. А теперь ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Что мне сделать, чтобы ты снова начал мне доверять, Филиппо? Спрашиваешь, что тебе сделать? Помоги мне. Я хочу, чтобы ты помогла мне покончить с Грацией. При всём уважении к вам, я не могу понять одной вещи. Почему, если вы так ненавидите Фернандо Валеругу, вы хотите отобрать деньги у Валентины Диас и отдать их вашей дочери, братцы? Валентина дочь Марко Тулио Валеруго. Валентина Диас Валентина Диас Валентина Диас Моя дочь прикончит Валентина Диас Валентина Диас Она сделает это. Моя дочь убьёт его. Ты это серьёзно? А что это тебе даст? Мне? Ничего. Я не получу никакой выгоды. Просто тогда я смогу спокойно уйти. Да, Клара, ты не ослышалась. Я собираюсь уйти от Валентины, но прежде я хочу навсегда избавить её от этого груза. Ты действительно решил уйти от Валентины? Да, я должен это сделать. Я хочу начать новую жизнь. Хорошо. В таком случае ты можешь на меня рассчитывать. Какого чёрта ты всё разболтала? Что на тебя нашло? Успокойся. Ничего на меня не нашло. Зачем надо было рассказывать Ольге о Грации? Потому что это было необходимо для нашего плана. Какого плана? Ради Бога. Я ещё ничего не решила, понятно? Не забывай, у тебя нет времени на раздумье, если ты не хочешь провести в тюрьме всю жизнь. Пойми же, ты нравишься Ольге. Это нам на руку. Можешь не объяснять, я всё поняла. Но что из этого? Как она может нам помочь? Она будет ревновать. Не глупи, пойми, она захочет помочь тебе, защитить тебя. Мы должны отсюда выбраться любой ценой. Нет, 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 Химена. Я не уверена, что хочу этого. Мне нечего делать на свободе, понимаешь? Что с тобой такое? Ты с ума сошла, милая? Ты хочешь торчать здесь в то время, как Грация Фонтана наслаждается жизнью? Она же погубила тебя. Ты должна с ней поговорить. Нет, боюсь, что это пустая трата времени. Если Грация меня не любит, то я не представляю, что я ещё могу сделать. Может и так, но ты должна встряхнуться. Нам нужно отсюда выбраться, чтобы встретиться с Грацией Фонтаной и потребовать от неё объяснений. Она плохо с тобой поступила. может, ты права, но я поговорю с ней. А для этого ты должна выйти на свободу. Ты не должна больше оставаться в тюрьме. Тогда ты сможешь пойти Грацией в Фонтане. Всё в порядке? Отлично. Тогда найдите эту сеньору и скажите, что не посетители. Хорошо. Прошу вас, присаживайтесь. Она придёт через пару минут. Спасибо. С вашего позволения. Финансио, иди сюда. Как вы, сеньора? Оставь свои любезности. Ты сделала то, что я просила? Вы говорите о моих драгоценностях. Ты заложил где деньги? Давай. Сеньора, мне очень жаль, но кое-что произошло. Что ты хочешь этим сказать? Ты получил деньги или нет? Дело в том, что можешь идти, Венансио. Я говорила с охранником, потому что у меня появилась проблема. Ты хотела узнать, что с твоими драгоценностями? Вот они. Ты всё знаешь? Я в курсе всего, что происходит в этом доме. И прежде всего, что касается моей жены. Это совсем не то, что ты думаешь. Я прекрасно понимаю, что ты хотела сделать. Но ты не получишь денег на наркотики, и никто не позволит тебе выйти из этого дома. Хорошенько запомни это. Я согласна. Но я не хочу остаться с пустыми руками. Я отведу тебя к Грации. Ты останешься с ней, а я получу от тебя деньги за заказную услугу. Хорошо, ты получишь. Сколько хочешь. На сколько ты ценишь голову Грации? Ты запер меня в моем собственном доме. Мне нельзя выходить, у меня нет денег, у меня ничего нет. Чего ты добиваешься? Я лишь пытаюсь защитить тебя, уберечь тебя от если ты будешь держать меня в заперти и обращаться со мной как сумасшедший, у тебя ничего не получится. не считаю тебя сумасшедшей. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты избавился от зависимости к наркотикам. Пойми же это. Я понимаю только одно. Ты считаешь, что можешь обращаться со мной как пожелаешь. Это не так. Мы договорились, что ты пока не отправишься в клинику лечиться, потому что тебе нужно решить это дело. Так или нет? Мы договорились? Я как раз этим занимаюсь. Именно это я и делаю. Я выполняю свои обещания. Да, конечно, выполняешь. Закладывай свои драгоценности, чтобы купить таблетки. Ты не понимаешь. Нет. Это ты должна меня понять. Грация, ты моя жена. Я люблю тебя. Я не могу видеть тебя в таком состоянии, как сейчас. посмотри на себя. Ты должна собраться силами. Тебе понадобится вся твоя воля. Грация, чтобы избавиться от этой привычки раз и навсегда. Тебе ясно? Нет. О чем ты говоришь? Ты же знаешь, я не могу вот так сразу отказаться от этих таблеток. Я принимала их много лет. Они мне нужны. Ну, хотя бы одну. Но ты словно не слышишь меня. И знаешь что? это для твоего же блага. Пойми, это для твоей же пользы. Грация. Я хотел узнать как ты и вот принес тебе кое-что. Думаю тебе это пригодится. Спасибо. Это первый подарок который я получила в тюрьме. Не забывай у нас общая дочь. Кстати как Марианхель? Хорошо. Она не знает что ты здесь. она думает ты уехала за границу. Я так и сделала бы. Но люди Валентина Диас обманули меня. Они заманили меня в ловушку и вот я теперь в тюрьме. Я не должна была сюда возвращаться. Тебе вообще никогда не нужно было туда ездить. Ничего уже вернуть нельзя. Я уже ничего не могу изменить. Я много думала о том что произошло. В тюрьме так много времени. можно обо всем поразмышлять. Наверное в это трудно поверить но я очень раскаиваюсь. Мне так больно от того что я потеряла тебя и дочь. К сожалению ты раскаялась слишком поздно. Луис Мигель дай мне еще один шанс. Я хочу изменить свою жизнь. Я хочу выбраться отсюда. Прошу тебя помоги мне. Ты могущественный человек. У тебя много связей. Клянусь тебе когда я выйду на свободу я стану совершенно другим человеком. Умоляю тебя. Думьяна у меня нет больше никаких связей. Я абсолютно все потерял во многом из-за того что ты здесь. Твой поступок изменил мою жизнь. Но если бы у меня была возможность я все равно не стал бы ничего делать чтобы спасти тебя. Извини. Неужели ты хочешь чтобы я здесь сгнила? Ты не понимаешь что я от меня ничего не зависит. Ты должна быть наказана поэтому ты тут. Дай Бог чтобы заключение научило тебя чему нибудь. И чтобы когда ты вышла ты бы исправилась и стала лучше. И забудь о Марианхеле потому что я не позволю тебе ее больше видеть. Никогда не позволю. Похоже после всего что случилось ты тоже научился ненавидеть. Это не так. Просто я слишком люблю свою дочь и не хочу чтобы она страдала из-за кого-то кто ее недостоин. Даже если речь идет о ее матери. Ни одна слезинка не упадет с ее ресниц. Настанет день когда я выйду отсюда Луис Мигель и клянусь тебе я сделаю твою жизнь настоящим адом. Запомни это. Грация. Грация, любимая. Зачем нам ссориться? Ну зачем? Я понимаю. Грация. Понимаю. Дело в этих проклятых наркотиках. Они убивают тебя, Грация. Я только хочу помочь тебе. Хочу спасти тебя, любимая. Понимаешь? Понимаешь? Простите, шеф. Да? Что случилось, Фанки? Мы нашли кота, которым говорила сеньора Грация. Он был в доме, сеньор. Так значит, Грация это не придумала. Наверное, я был слишком строг с ней. Сеньор, я думаю, это было необходимо. Простите меня, но я должен сказать, что сеньора Грация, по-моему, не совсем в своем уме, сеньор. Может быть, но кажется, она не так плоха, как мы полагали. И ты держишь наглядное тому подтверждение. Я понимаю, сеньор, должно быть, это сложно, но надеюсь, вы прислушаетесь к моему мнению. Думаю, лучше всего поместить ее под наблюдение, по крайней мере, на какое-то время. Потому что потом будет еще сложнее ее контролировать, сеньор. Нет, Фрэнки, нет. Я не хочу этого делать. Нужно запастись терпением. Мне больно от одной мысли, что она будет где-то в больнице одна среди психов. Разве я могла пропустить свадьбу своей любимой сестры? Увидишь, Луис Мигель такой красавец. Мне не терпится с ним познакомиться. Хотелось бы уже узнать, какой он. Она не изменилась в концепцион. Такая же сумасшедшая, как всегда. Такая же, как всегда. Какой же я наивной была. Обманулась в Грации. Но я и представить себе не могла, на что она способна. Разве можно было предположить, что моя собственная сестра станет моим заклятым врагом? Эленита, ты вышла погулять, дорогая? Да, мама, хочу подышать свежим воздухом. Да что с тобой? Не скрывай, я же вижу. На меня столько всего навалилось, мама. Я бы хотела снова умереть. Господи, не говори так даже в шутку, дорогая. Я совершила столько ошибок. Я так часто была неправа. Я поверила отцу и сестре и усомнилась в Луисе Мигеле, который был единственным человеком, искренне любившим любившим меня. Мама, я все потеряла. Моя жизнь теперь бессмысленна. Ради Бога, не говори так. У тебя есть сын, у тебя есть и я. И я буду всегда поддерживать тебя. Дорогая, ты нужна своему малышу, Хисусу. Я бы все отдала ради того, чтобы все выяснилось, мама. Я лишила своего сына возможности иметь рядом отца. Но ситуация может со временем измениться. Ты не должна жалеть себя. Ты необходим Хисусу, ты должна быть сильной и ты должна продолжать идти вперед и бороться ради своего сына, ради того, чтобы быть счастливой, дочка. Более того, он считает, что Валентина Диес не является большим членом семьи, поэтому хочет завещать все другому человеку. Кому? Грации, Фонтану. Все в порядке? Где хотите сесть, сеньора Валентина? Мне все равно. Подожди меня снаружи, пожалуйста. Не думаю, что так будет лучше, сеньора. со мной ничего не случится, не волнуйся. Подожди меня там. Хорошо, как скажете. Пойдем. Добрый вечер. Что желаете, сеньорита? Простите, я отвлеклась. Бокал белого вина, пожалуйста. минуту. Валентина, ты что здесь делаешь? Веськи, пожалуйста. Я узнал, в твоей жизни произошли изменения. Дон Данила теперь хочет все у тебя отнять. Дон Данилович. Неми, приготовь чемодан с личными вещами Росарио. Хорошо, сеньора Концепсион, не беспокойтесь. Боже мой, какой это будет тяжелой удар для его бедной матери. Росарио ушел от нее, чтобы работать у Данила, когда был еще совсем молодым. И вот теперь его больше нет. Должно быть для матери смерть ребенка самая страшная. Это самое ужасное, что может произойти с женщиной. Неми, поторопись. Поторопись с чемоданами. Завтра нужно передать вещи для похорон. Я сама этим займусь, Донни Концепсион. Не думаю, что я специально пришла сюда ради тебя. Я часто захожу в этот бар, и ты это знаешь. Я не ищу встречи с тобой. Я здесь оказалась случайно. Валентина, ты не должна мне ничего объяснять, потому что это общественное заведение, сюда может прийти любой. Откуда ты узнал про Дона Данила? Это все знают. Всем известно, что он поправился, что он тебя не любит, и что он не принял тебя в свою семью. Он слишком меня ненавидит. Не может простить того, что я дочь Марка Тулио Валерога. Мне это неинтересно, Валентина. Я не хочу иметь ничего общего ни с семьей Фонтана, ни с семьей Валерога. Единственное, что я сейчас хочу, это начать новую жизнь. Я узнал, что Данила собирается оставить тебя без гроша, если, конечно, это правда. Я тоже был в такой ситуации. Ты знаешь, Валентина, я ничего больше не хочу, тем более иметь дело с человеком, который был ко мне так несправедлив. Что это? Дневник. Посмотрим. Напряженный сегодня выдался день из-за этой подготовки к свадьбе. Синьора Элен приказала никому не говорить о визите кардиолога. Думаю, с ней что-то серьезное. Что это? Если меня спросят, как такое возможно, я не смогу объяснить, но сердце подсказывает, что это правда. Я своими глазами видел в доме Кумбаи призрак, который излечил меня физически и морально. Прислушавшись к ним и к своему собственному сердцу, я нашел разгадку этой тайны. Валентина Диаса, синьора Елена Фонтана одно лицо. Надо же, это совершенно точно, хотя ей кажется невероятным. Вы с Мигелем, мне нужно поговорить с тобой, речь идет о... Ничего не объясняй мне, Валентина, не стоит. Знаешь, я даже благодарен тебе за то, что ты сделала, потому что у меня появилась возможность начать все заново. Я благодарен тебе за то, что ты заблокировала все мои кредитные карточки. Хочешь это обсудить? Зачем? Это абсолютно бесполезный разговор. В таком случае, зачем ты вообще заговорил об этом деле? Почему тебя беспокоит то, что Данила Фонтана собирается сделать? Потому что ты мать моего сына, Валентина. Потому что я думаю о нем, потому что я не хочу, чтобы он был чего-либо лишен в этой жизни. поэтому меня и волнует эта история. Я говорю с тобой только ради нашего ребенка. Что до остального, Валентина, то повторяю. Я благодарен тебе за то, что ты все разрушила. Поверь мне, я многому научился после этого. И теперь меня ничто не остановит. Я обещал Элени, что проект «Затерянный остров» будет воплощен. И я добьюсь этого. Это единственное, что меня сейчас заботит. О тебе я желаю приятного вечера. прощай, ты мне больше ничего не должна. «Затерянный остров» 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 Продолжение следует...